Агропромбанк будет помогать предпринимателям переходить на упрощенную систему налогообложения. Банк возьмет на себя часть бумажной работы, сам сделает запрос в рекпалату и поможет заполнить заявление для налоговой. Сегодня на зеленом рынке прошла встреча предпринимателей и представителей Агропромбанка. Молочный корпус зеленого рынка. Представители Агропромбанка пришли на встречу с предпринимателями в конце торгового дня, чтобы обсудить, как вместе пройти переходный период налоговой реформы. У предпринимателей осталось меньше трех месяцев. Говорит зампредседателя АПБ Сергей Лупашко. Людей так много, что его плохо слышно. Находчивые предприниматели тут же принесли с прилавка микрофон для караоке. Разговор начался. Ну а нам рассказали, зачем устроили эту встречу. Мы, в общем-то, решили не ждать, пока соберет это налоговое. Мы сами пришли к предпринимателям, потому что, во-первых, у нас уже есть что предложить, у нас есть продукты, мы постарались сделать так, чтобы этот переход и вот эти все новые вещи, они были максимально комфортны для предпринимателя. Тех, кто торгует с открытых прилавков, как в молочном корпусе брынзой или яйцами, переход на упрощенку не коснется. На зеленом рынке, по данным Агропромбанка, порядка 150 потенщиков, которым предстоит сменить систему уплаты налогов. Это те, кто торгует в арендуемых бутиках. Сегодня для предпринимателей было первое знакомство с деталями предстоящей реформы. Вопросов много. Какой суммы мы будем платить, как это все будет. Кто будет платить 3%, кто будет платить выше ставку. Поэтому тут должна, мне кажется, была стоять не банк стоять, а налоговая. Предприниматели разбились на группы и обступили сотрудников банка. Кто-то прямо здесь получает личную консультацию. Сегодня на встрече были и те предприниматели, которые уже перешли на упрощенку после налоговой реформы в 2019-м. Для вас какие были проблемы? Я особых проблем в этом не увидел. Все достаточно просто. Если какие-то возникают вопросы, быстро в банке они все решаются. Сегодня потенщикам объясняли алгоритм действий для перехода на упрощенку. Нужно написать заявление, открыть счет в банке, оформить электронную подпись и скачать мобильное приложение онлайн-касса. В Агропромбанке до конца ноября все это можно сделать бесплатно. Мы специально обнулили тариф именно до конца ноября, чтобы в новогоднюю ночь мы не сидели друг у друга на коленках, в очередях и все это не переходили на упрощенку. Давайте мы это сделаем цивилизованно, без очередей. Банк возьмет на себя и часть бумажной работы. Сам сделает запрос в рекпалату и поможет заполнить заявление для налоговой. Предпринимателям раздали вот такие брошюры. Там инструкция, как действовать и номера телефонов для ответов на вопросы. Светлана Мертонюк, Игорь Мацота, ТСВ